Я тебя, как честный человек, скайп мне говорит, чтобы я тебя предупредил, что разговор наш записывается. Ты понял, да? Наш разговор записывается. Наш разговор записывается. Знаешь, почему я одел кепку? Потому что я проанализировал записи, ну вот аналогичные, где мы там с тобой, с Михаилом, плюс сейчас еще пару записей я сделал аналогичные. Я проанализировал вот эти записи и посмотрел, и убедился в том, что мое интеллигентное лицо, мое интеллигентное лицо на записях выглядит отвратительно, тупо. Потому что очень, когда ты говоришь, и мимика вот эта, это живо выглядит, все классно. А когда ты молчишь и слушаешь, а я обычно вот с таким, ну с тобой, например, там сижу и слушаю тебя, в эти моменты я выгляжу очень тупо. Я посмотрел, когда в кепке, в кепке еще более-менее. Вы все хитрожопые, ребята, намордники понадевали на себя секретные, блядь. И такие вы все, знаете, замаскировались, типа, понял, да? Вот я теперь тоже буду почти умный. Ну и плюс они все бомбят по кепкам, потому что у них есть какая-то установка, значит, что кепки должны носить какие-то особенные люди, понимаешь? Только кому разрешено. Ну, мне вот это разрешено, короче, кепка, мне вождь всех этих, как сказать, всех ЧВКшников подарил, сказал можно. Вот я буду носить. Что ты там вытащил за говно? Ты не повеешь, ты не повеешь. Иду по улице. Почему не повею, я видел? Что это, ты думаешь, я не слезу с твоими профилями? Слушай, нет, иду по улице. У меня, ну, такой только красный на сумке приклеен. Захожу в каньон, как обычно, показывают документы, меня пропускают. Прохожу пять метров, тут мне, слышишь, чувак, ну, тот охранник, который проявил на русском. А какое право ты имеешь этот пачек носить? Ты сказал, что ты лично знаком практически? Я сказал мне, потому что мне его подарили, а какое право ты имеешь спрашивать? Ты тут давай демократию наводи, да, сразу? Подожди, мы к демократии вернемся отдельно, в вашей чудесной стране и в нашу сверхчудесную стране. Но сегодня у нас другая тема, брат. У нас сегодня, я вдруг с ужасом понял, что практически в каждом выпуске нашем, так или иначе, была затронута еврейская магия. Ну, ты чё, это такая еврейская магия, это такая, ну, мы все в курсе еврейской магии. Все в курсе, что вы можете перед собственными отступающими войсками навести понтонную переправу мгновенно и раступятся воды. А когда ваши войска, значит, перейдут, вы также мгновенно можете ее, значит, это, уничтожить и атакуя, преследующие вас войска, это мы все в курсе. Но, помимо еврейской магии, оказывается, Зев, есть еще еврейская кунг-фу. И, Зев, еврейская кунг-фу, оно настолько непобедимо, что, говоря, что вы, если вам в руки попал пистолет, и не стреляете с него, им бьете, Зев. Понимаешь, да? Насколько... Я даже знаю, откуда это растет. Насколько это... О, сейчас, Зев, ну, я ж знал, кого спросить. А тут еще, буквально недавно ты видел, да, я себе прикупил собачью службу, и здесь цельная, цельная глава. Это впервые, кстати, встретил, на самом деле. Вот в литературе я увидел, где прям целая отдельная глава была посвящена еврейскому кунг-фу. Ну, мы приплетем к этому, потому что, собственно говоря, вот эту главу просто можешь выкладывать отдельно, распечатать ее, там она в интернете есть, можешь что-то копировать. Это все, что вам надо знать про Кравмагу в армии обороны Израиля, потому что там же, если я не ошибаюсь, я читал поперек через предложение, потому что... Ну, там, по-моему, четко сказано, зачем она нужна. Стоп, 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 Зев, надо начать, знаешь, с чего? Нет. Ты настроился? Ты настроился разговаривать? Ну, да. Все, надо сделать традиционное, приготовься. Итак, друзья, мы счастлив вас приветствуем. Со мной мой израильский друг, брат и самый известный резервист армии обороны Израиля в мире Зев. Как говорят, не Зев, а Зев. Не Зев, а Зев. Короче, Зев со мной. Зев, вот, и мы сегодня обсудим еврейское хунг-фу, которое называется Кравмага. Вещь крайне, вещь крайне распиаренная, крайне рекламированная, крайне окутанная мистицизмом и флером благодаря еврейской магии и всяким таким вот вещам. Вот, но, но, важно понимать, и это отмечают все специалисты, что есть, короче, Кравмага армии обороны Израиля. Кравмага армии обороны Израиля. Кравмага армии обороны Израиля. Кравмага армии обороны Израиля используются еще один номер recap. два марки быть роз Hotbrook армии обороны Израиля. Субтитры делал DimaTorzok 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 Когда я забыл в чём история, у меня бомбежа нет, потому что я понял, с чём имею дело. Ладно, так, на чём мы снылись. На том, что это, там нету спаррингов с целью выяснить, кто круче. Там есть в процессе обучения для некоторых категорий сотрудников, есть спарринги с целью получить по морде. И Мудинь хочет наружу. Ну мы, пусть, пусть ноет. Унфу покажи, Мудинь. Стучать, стучать он, не пускай его. Не пускай его. У него из-за него, он как куда пойдёт, он когда... Вот всё, сука, через него. Ну, это комплимент для него был, если что. Вот, поэтому не пускай. Так вот, в процессе обучения, в процессе обучения, там есть спарринги, чтобы получить по морде. Я хочу подчеркнуть, получить по морде. И сейчас объясним, почему это важно. Потому что современный призывник, он там может быть умный, модерированный и т.д. и т.п. 100-500 миллионов вещей, он может быть классный. Но, в 95% случаев, он не привычен получать по морде. Привогу получать по морде. Потому что, чтобы дать по морде, дать в морду, чтобы победить в столкновении, надо до этого получить в морду. Надо быть готовым получать. Надо быть готовым, потому что ты не выйдешь победителем из схватки. А это можно заложить сюда, в мозги, только путем получения по морде. Должен быть у человека опыт. Вали. Смотри. Сейчас за тобой придут, брат. А там и за мной. У вас длинные руки, блядь. Аккуратнее с тем делом. Не у тебя, не у тебя. У тех, что наше. Давай, давай, давай. Рассказывай дальше. И чем круче подразделение, тем больше в нем кормога будет не продать какие-то приемы военнослужащему, на случай чего. А тем больше оно будет учить военнослужащего превозмогать, преодолевать себя. Через телесные страдания, через получение по морде, через сопротивление. Ты должен получать по морде, давать в ответ. И только так формируется характер воина. Вот это главное, зачем она нужна в армии. Ты, братан, сейчас за ним перебиваю тебя. Традиционно. То есть, ты только что признал, что рукопашный бой в современной армии нужен? Да. А я что, когда ты говоришь, что нет? Не-не-не. Это я сейчас ответил на вопрос очень многих людей, потому что очень многие люди этот вопрос задают. Нужен ли в современной армии рукопашный бой? В армии... И вот сейчас Зев на этот вопрос ответил исчерпывающе. В современной армии рукопашный бой нужен как элемент психологического воспитания бойца. Воина. Воина, да. Как он будет при этом? Насколько он технически это освоит? Может, он вообще ничего не освоит. Но он, по крайней мере, привыкнет, что будет, короче, больно и тяжело. Все должны делать для него условия такие, когда он уже кончился. Ну, он думает, что он кончился. Тогда он хочет сложить лапки, а он должен продолжать ими махать. Он не обязательно должен технически показывать там все правильно. Он должен не опускать руки. Он должен превозмогать себя. Быстрее всего этому может научить Кравмага. Мы можем это научить через супердлинные эти, как массовод, как сказать, мажь-броски. Можем через там серию тяжелых учений. Но быстрее всего этот характер формирует именно Кравмага. Меньше всего часов вы потратите через рукопашный бой на формирование характера. На формирование правильных установок в мозгу, что когда тебя бьют, ты не защищаешься, а ты атакуешь. Когда у тебя кончилось, ты уже думаешь, что все, ты больше не можешь, а надо встать и продолжать. Ты в этой книге показываешься, там же есть элемент. Когда их так задрачили, они уже еле живые, а их опять продымали, и опять Кравмага. Их отпускали, гнали там к собакам, а они что-то делали. И потом говорят, теперь иди спой. Их опять Кравмага. И они уже такие, они уже все, они уже готовы бросить, они уже готовы отказаться от всего. Но они продолжают, продолжают и продолжают. Но они это смогли сделать, продолжать, потому что до этого их уже... И это, по-моему, это была финальная тренировка, если я правильно помню. Ну, смысл в чем? Здесь важный очень момент какой. Во-первых, здесь была не просто психологическая составляющая. Ну, Кравмага, вот я просто поясню, что в этой книге для читателей, для зрителей. Друзья, купить, значит, книга называется «Собачья служба». Автор книги Иван Гончаренко. Где купить, ищите. Я купил в магазине «Библиоглобус» в Москве. То есть я не в интернете, а в магазин купил. Я, по-моему, видел в «Азоне». Вот. Смысл в чем? Но если вы можете купить, стоп, если вы не можете ее купить, то сам автор, он ее бесплатно развести в интернете. Он не против, что вы ее бесплатно будете читать в интернете. Отлично. Молодец. Красавчик. Вот. Смысл в чем? Важный очень момент. Она была не просто, как описано в книге, она была не просто психологической. Она была дважды психологической. Она всегда начиналась внезапно. То есть тренировка по Кравмаге всегда начиналась внезапно. Давалось человеку пять минут на подготовку, чтобы он там схватил, ну, спортивный, капу свою там. Да, одел капу, одел защиту и встает. Да, да. Всегда внезапно. И она всегда была, ну, как ты правильно сказал, сопровождалась пиздюлями. А это, ну, каким бы ты дураком ни был, но тебе это не очень нравится. И вот это психологическое давление над ними висевшее постоянно, что вот ее нету, нету, но она будет, ее нету, но она будет. Когда же она будет? Когда же, когда же, когда же, когда же? Это ваша психология. Да. Они, они тоже элемент, который, ты правильно заметил, который я забыл, это элемент ожидания того, что научить человека, что не стоит прям вот так ждать того, что случится по-любому. Надо с этим смириться, что оно пойдет. Это тоже, ну, ты же можешь ожидать приказа идти в бой часами, днями, сутками, неделями. И это не должно тебя извести, потому что, ну, я видел люди, как люди, теряются на фоне ожидания идти в бой, они уже так исходят на говно, что в итоге их надо увозить в дурку. Вот. Психологически реабилитировать. Психологически реабилитировать, да. Вот. И это, собственно говоря, все, что вам надо знать про Кравмага в армии Воронезаэля. То, что вы, ну, вы, большинство из тех, кто это смотрит, скорее всего, никогда ее не сможете вот именно в том формате, в армии Воронезаэля преподается, познать, смиритесь, но оно вам и не нужно. А то, что вы получите во всяких школах Кравмага, ну, там и, ну, там, там все, там все, наверное, по-особенному и по-другому. Я никогда не проходил таких школ. Я проходил в Министерстве внутренних, стоп, отставить, Министерстве безопасности. Сад Лебетахон. Нет, Сад Апни. Блять, как... Как очень. В составе, в составе, в составе продолжительного курса, уже в выходу на условную гражданку, проходил там, там, в составе там было много, гораздо больше, чем было в армии. И там были и практические вещи, которые реально возможно применять на практике в ходе работы. Ну, поделись, не секретными, не секретными поделись. Ну, не, ну, что, ну, просто как, как людям руку правильно скрутить, чтобы не сломать и держать ее долго, чтобы самому не устать. Как, как правильно террориста нейтрализовывать. Как правильно то, как правильно все. Такие вещи. Скажи мне, а есть ли в армии тренировки в полной боевой экипировке, а не спортивной? Конечно, я держу фотки скину. Мало того, вот, если мы говорим за пехоту, то там, ну, первоначальные тренировки по кармаге, они будут в форме спортивной одежды. А финальные, они будут с бронежилетом, с автоматом и со всем. Ты будешь... Человек будет отрабатывать то, с чем он может реально встретиться. То есть, допустим, он там на КПП или в ходе выполнения боевой задачи в городе на него набросится, заблокирует оружие, ему надо будет освободить там именно конкретно вот это вот отрабатывается. Есть даже видосики в интернете. Где вот один обучаемый в полной выглазке с оружием, другой на него хватает автомат, он в защитном сражении, и он должен его отмахаться от него, вырвать автомат, дослать и отработать. Отлично. Скажи мне теперь вот про макаружу. Подожди, я не случайно. То есть, я в начале начал, не случайно, что кунг-фу такое сильное, что пистолет, если попадает в руки мастеру-кравмага, попадает в пистолет, он им бьет, а не стреляет из него. Откуда это пошло? Ты знаешь, откуда это пошло? Очень просто. От тех уровней сотрудников, которые, ну то есть, тупо самый новый охранник, самого новой квалификации, которые там в супермаркетах, в каньонах стоят, он работает без патронов-патронники. То есть, у него оружие без патронов-патронники. Если его заблокировали так, что он не может вырваться, вырваться и разрывать дистанцию для того, чтобы извлечь оружие, дослать патроны и выстрелить, то ему, да, во-первых, надо контролировать противника, во-вторых, надо контролировать оружие, чтобы у тебя не забрали. Значит, он, скорее всего, левой рукой будет держать противника, там хватит, правой вытащит пестик, им совершит удары в морду лица, потому что это тяжелый предмет. И после этого сможет разрывать дистанцию, дослать патроны и уже работать. А почему? Я сейчас обязательно, я просто, знаешь, почему этот вопрос задаю? Потому что сейчас найдется умный комментатор, который знает секретные способы досылания одной рукой об кобуру, об пятку, об залупу. Так почему вот он так не дошлет? Да очень просто. Я видел много раз, много раз, когда приходит красавчик и говорит, что зачем? Я же дошлю об кобуру и в животик ему. И тогда инструктор делает простую вещь. Давай, ты его пизди, а ты должен левой рукой защищаться, а правой достать пестик и дослать эту кобуру. Знаешь, у кого получается? Ни у кого, блядь. Потому что когда тебе пиздят, выполнить дракун-фу, вот это, это нельзя. Ты не попадешь. Или ты не дошлешь, и у тебя будет вообще задержка. Или там, короче, это не сработает. Какая же ты тварь, какая ты тварь. Ты сейчас все обрушил надежды. Секретные вот техники секретных мастеров. Ты видел, как израильтяне учат охранников досылать патрон в патронник? Нет, покажи. Ну, блин, на пестика далеко идти. Ну, в общем, они его максимально хватать, максимально жестко, и двигать оружие вперед. Не тянуть, а двигать оружие вперед. Вот так. Это понятно. Вот так. Ну, это тебе понятно. Стой, стой. Тоже сработает. Смысл в чем? А у вас учат вот так или вот так? Первый. А почему? Вот так удобней. Если мне нужно... Ну, то есть, грубо говоря, смотри, я вот дочке своей даю пистолет. Вот так удобней, но на некоторых моделях пестиков так не будет работать. Вот так. Вот так. Вот эти. Вот так неких моделей пестиков у тебя там будет предохранитель или какая-нибудь дрянь, которую ты в процессе досылания взведешь. Просто вот так. Ну, блин, это нужно гораздо... Не вот так, а именно схватить пальцами. Вот так схватить пальцами. Это два наших самых грубых пальца, у которых моторика очень грубая и очень надежная. А говорят, что мелкой моторики нет, Зев. Говорят, что это все хуйня. Я же говорю, что это грубая моторика. Говорят, что мелкая, нет, вот это нет, мелкая грубая, это все муде. То есть, говорят, что даже когда у тебя под жопой разведут костер, ты все равно сумеешь сыграть на фортепиано, если ты хорошо умеешь сыграть на фортепиано. Ну, пусть они это продемонстрируют. Сядут с жопой на костер и сыграют в фортепиано. Потому что те, кто говорили мне, что они дослют вот так вот, пока что все обосрались. А такие были, то есть? Я же говорю, я такое видел. Больше чем, ну, раз в семь точно. Слушай, ну, блядь, ты вот сейчас, ты представляешь, скольким мы сейчас людям обломали тяну? Нет, смотри, смотри, я готов, я готов даже согласиться, что кто-то, кто сейчас сделает 20 таких тренировок. Причем, когда они нападают, он дошлет. Он-то сделает. Но, а когда он будет там, я не, допустим, может, он сотрудник. И он сейчас выписывает штраф, там, он что-нибудь парил, выписывает штраф. Это все понятно, короче. Что они его набросили, что он вот это сделает, предварительно не сделав 20 парагонов. Вот. Понимаешь, вот мы тут подошли к очень серьезному вопросу на самом деле. Вот, видишь, начали со смеху елчика, подошли до очень серьезного вопроса. Люди, ну, не понимают того, что даже действия, доведенные до уровня навыка, даже действия, доведенные до уровня навыка, они, некоторые из них, работают только в ситуации, когда уже запущен определенный наш реакции на определенный раздражитель. То есть, грубо говоря, мы уже в бою, и вот мы уже воюем, стреляем, бегаем, перебегаем, отстреливаемся, там, мы уже в привычной для себя среде. Знаешь, как сломать алгоритм? Как? Ну вот, есть боец, это мы видели, я видосик видел. Есть боец, который обучен при команде террорист хватать оружие, заслать патроны, быть готовым стрелять. Нормально? А теперь смотри, мы ломаем ему алгоритм. Он держит в руках мобильник. Идет команда террорист, и он не знает, что делать. Потому что он не обучен бросить мобильник. Он не обучен. Мы неуперечны бросать мобильник. Мудин вернулся, иди сюда. Сейчас смотри, сейчас будь аккуратней, Зев. Сейчас вот, самый момент вот этот. Иди, я тебе вкусняшку дам. Слушай, а почему Мудин? Все спрашивают, я не знаю. Потому что, когда он за ночь четыре раза будет ломиться тебе в комнату, впусти, выпусти, другого имени у него не будет. То есть его прям зовут Мудин? У него, у него, у него было, ну, ласковое, красивое имя, когда его понесли, такого, палестинского котенка. Но он заслужил Мудня. Слушай, ну, у меня тоже, когда мы его зло принесли, у него тоже было имя, внимание, внимание, какой-то там Лемурия Фердинанд. Понял, да? Я сказал, что в моем доме кота Лысого, как немецкую самоходку, приемен Второй мировой войны звать не будут. И вот он Федя, короче, поэтому, понимаешь? Поэтому я, в общем, смысл я понял. В общем, что Мудень, он... А в жизни он Мудень. Все, все. Это он там про себя знает, но поэтому он и стучит на тебя вше, поэтому он не любит вот это имя, понимаешь? Вот. Значит, друзья, смысл какой? А, так вот, а с гражданскими школами ты сталкивался или нет? Нет. Никогда? Зачем мне? У меня, я получил свою подготовку за счет армии, за счет структуры. Зачем она мне? Угу. Ну, зачем? А ты вот сзади, сзади бронежилет и варбелт у тебя лежит. Это чтобы ебываться? Конечно. Конечно. Чтобы ебываться. Но это, 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 чтобы пилить контент вообще-то мне дали. Посмотреть. Угу. Вот. А это, а это я вчера вернулся с леса. Кинул его здесь. Ты так в лес ходил? Да, конечно. Я же городской сумасшедший. Угу. Ты не сумасшедший, ты дурак совсем. Да. Поезд, поезд, ремень, ремень, у тебя ремень. Это стич профи, который надо подписать на того. Какой стич профи? Фу. Ты че, блядь? Попутался? Слышь, запикаешься. Нет, пусть все знают, что ты оскорбил только что, короче, брата моего другого. Кудого, ебанутого. Это я вижу, что от стича. И пел в виду, что это от стича. Это от стича. Вот это от стича. Это от стича. Это тоже. Но это для другого раза. Для другого раза. Это, конечно. Мы в другой раз поговорили. Друзья. Значит, смысл в чем? В чем цель была сегодняшнего видео? В том, чтобы показать вам наглядь. Во-первых, вам вот сейчас сказали открытым текстом. Человек, который долгое время провел в вооруженных силах. Который участвовал в соответствующих боевых операциях. Со смертельным оружием в руках. С автоматом. С пистолетом. На танке. На этой твоей, блядь, сарае там ебучем. Как он называется? Сарае. Плоский, классный, обтекаемый. Махзаид. Во. Вот на нем, короче. На сарае на этом. И он сказал, что место рукопашного боя в современной армии, которая воюет высокотехнологичными средствами и старается воевать в высокотехнологичном месте, есть. Все. Дальше. Вопрос теперь другой. К какому рукопашному бою? В какой школе? Как это преподавать бойцам? В каком объеме? Вот израильская армия, армия обороны Израиля, на этот вопрос себя ответила. Вот она. И судя по всему, что еврейское кунг-фу распространено по всему миру и востребовано по всему миру и стрижет бабулечки по всему миру, как и положено еврейскому кунг-фу, они на этот вопрос ответили, хорошо ответили на этот вопрос для своей армии. Но важно понимать, что то кунг-фу, которое вам рассказывают, и та кунг-фу, которая есть в вооруженных силах, это вообще разное кунг-фу. Поэтому вот рассказы про то, что это боевое искусство израильских вооруженных армии обороны Израиля, и это вот сейчас покажем, это вам, ну, здесь уже магия пошла еврейская, понятно, да? Вместо кунг-фу... Когда вы заплатили бабульке за то, чтобы вам показали кунг-фу, вам это и будут делать. А когда вы в составе подразделений, вам некуда деться, и вам показывают кунг-фу, а потом говорят, делай, пока не будешь делать правильно. Это две большие разницы. Это не может быть по-другому. Друзья, поддержку, то есть еще раз говорю, единственная книга, единственная, где я встретился вот с... Объемным описанием. С подробным описанием и с вот подтверждением того, о чем мы сейчас говорили, это собачья служба. Я рекомендую, она сама по себе интересная, потому что здесь много вообще про спецназ Израиля, потому что ОКЕЦ это вообще спецподразделение, вот это, кто работает с собаками, плюс книг по служебной кинологии, тем более написанной, написанных в увлекательной форме для широкого круга, их вообще мало как бы, да? Ну и плюс подразделение-то ОКЕЦ, оно уникальное, конечно. Вот пару слов скажу. В чем уникальность этого подразделения? В том, что это... То есть, смотрите, вот я в ОМОНе служил, когда у нас были в составе инженерно-технического отделения... Подожди, а может мы сейчас про АКЕЦ не будем и как-нибудь запишем выпуск по спецподразделению? Не-не-не, я сейчас просто подведу, а потом сделаем, да. Смысл просто какой? Я когда в ОМОНе служил, у нас было, например, подразделение... У нас были кинологи в инженерно-техническом отделении, но это были бойцы ОМОНа. Они всю подготовку базовую, все стрельбы и прочее-прочее-прочее-прочее, тактика, мактика, они, в принципе, были с нами вместе. И мы знали, кто это, что это, чего от них ждать, кто дохаживает до пенсии, не может три километра пробежать, кто более-менее, кто тупой. Ну, короче, ОКЕЦ это подразделение, которое раздается. Это отдельное подразделение раздается в другие спецподразделения. И человек приходит в коллектив, ну, представьте себе, какой-то, пойми, кто пришел в ШАЕТе 13, и вот он сегодня с ними на этой операции. То есть вы представляете, насколько, какая ответственность лежит на курсе подготовки, на сколько надо заложить всего этого сотрудника, чтобы он, придя в спецподразделение, не оказался для них на спецоперации обузой, а помощью со своей собакой. Вы, ну, просто оцените смысл вот этого вот силтима. У них этот бегает, их этот поводырь собака, это их сотрудник, их собака. Слушай, я, кстати, не уверен, что ОКЕЦ и ОКЕЦ предается САЕРТ МАТКАЛЬ и ШАЕТе 13. Возможно, у них свои. Написано, предается всем. Я не уверен. Я не ШАЕТ и не САЕРТ МАТКАЛЬ, поэтому тут не будем спорить. Так вот, друзья, поэтому книгу очень рекомендую в любом случае. Все, на этом мы прощаемся. 30 минут записали, очень хорошо. Весело получилось, клево и задорно. Как обычно, начали про Фому, рассказали про Ерему, вернулись к Фоме. Друзья, это значит, сразу мы вам даем задел на будущее, что от нас ждать в дальнейшем. Мы решили с Девом бомбануть. И следующий выпуск с Девом о вечном будет про народ, свергающий власть, короче. Представляете? Вот мы уже допизделись до крайней степени, короче. Я надеюсь, что эти все выпуски выйдут до того, как Ютуб в России блокируют, о чем мне мои подписчики с Польши пишут с Нового года. Они говорят, у нас на центральных страницах, центральных газет написано, что с 1 января Ютуб в России закроют. Вот я надеюсь, что не заблокирует. Белое прошло, а тот, кто думал заблокировать, до сих пор лежит без чешуи. Да. Вот так вот. Друзья, до новых встреч. Будьте здоровы. Да пребудет с вами сила. Пока. Халом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok